Да, я воссоздал те самые легендарные найки из фильма «Назад в будущее». В этом видео я хочу пройтись по всему пайплайну создания этой модели, мы поговорим о поиске референсов, о моделировании, о текстурировании, чуть-чуть затронем анимацию, ну а в конце я вам покажу альтернативную версию этих кроссов. А с вами как и всегда Сергей Касс, погнали к делу. Перед тем как я приступил к поиску референсов, мне вообще стоило определиться, какую же именно модель я хотел бы видеть. Это могла быть модель прямиком из фильма «Назад в будущее», такая немного потрепанная, с помятой подушкой, с смещенным логотипом, как ни странно. Либо же это могла быть коллекционная версия, выглядела она примерно вот так, и кстати вот в этих найках уже можно ходить. Либо же это могла быть одна из версий с Алиэкспресс, я просто оставлю это здесь, посмотрите на это. Как ни странно, но даже видео с ютуба помогли мне в создании этих кроссовок, например видео с канала Маркуса Брауля, по его видосу я понял как устроена текстура, что за капельки на подошве, как устроены светодиоды и так далее. А видео с канала вот этого чувака помогло мне понять, как же устроены кроссовки изнутри, так как он полностью разобрал эти кроссовки и восстановил их. Ну по референсам в принципе все, можем приступать к моделированию. Большую часть презентации любого моего проекта занимает монтаж видео, и не всегда хватает сил, да и времени для создания эксклюзивной анимации для каждого ролика. Обычно на помощь мне приходят готовые шаблоны с анимацией и они просто нереально экономят время. Как раз в этом видео я использовал готовый шаблон с титрами для DaVinci Resolve и благодарить за это нужно Envato Elements. Envato Elements предоставляет неограниченный доступ к более чем 55 миллионам ресурсов, таких как шрифты, фотографии, шаблоны видео и не только. Envato Elements предлагает хорошую простую лицензию и, что самое главное, она продолжает учитываться даже после окончания подписки. Переходите по ссылке в описании и используйте скидку в 50 процентов при оформлении годовой подписки. Она предоставит вам доступ ко всем элементам платформы менее чем за 20 долларов в месяц. Ну а мы погнали дальше. Процесс моделирования начался вовсе не с моделирования. Я полез на ютуб, чтобы посмотреть, как другие моделеры вообще приступают к созданию обуви. Перерыв огромное количество видосов, я понял, что процесс создания любой обуви лежит через создание реалистичной подошвы. Nike AirMac не стали исключением, поэтому я тоже начал с подошвы. Для начала мне нужно было продумать топологию так, чтобы потом из одного меша я смог выдавить сразу и основную подошву и силиконовые вставки, которые к ней крепятся. Справедливости ради хочу сказать, что это третья попытка, которую вы наблюдаете. Это, точнее, удачная попытка, которую вы наблюдаете. Все остальные моменты я просто не записывал, так как очень много экспериментировал и пытался построить топологию так, чтобы потом не было с ней никаких проблем. Но, надеюсь, у меня это получилось. На этапе построения подошвы я также вспомнил про светодиодные вставки, которые крепятся прямо в подошву, но мне пришлось все-таки отказаться от углублений, потому что мне бы пришлось уже в четвертый или в пятый раз переделать топологию. Это заняло бы еще огромное количество времени, поэтому я решил добавить эту светодиодную вставку чуть попозже и уже отдельной геометрией. На этом этапе я пытаюсь как можно лучше поправить геометрию, поправить ее форму, чтобы потом к ней уже не возвращаться. Далее я выдавил основную форму, нарастил ее толщину, а уже потом выдавил второй раз, чтобы сделать углубление для силиконовых вставок. На следующем этапе мы будем делать основную часть. Начал я ее на самом деле с симметрии, потому что она в целом симметричная, но из-за того, что левая и правая часть кроссовка не очень сильно отличаются, мы ее потом поправим кисточкой, в этом ничего страшного нет. Сейчас немного поговорим про основную часть кроссовка, именно про тканевую вставку. Мне нужно было за один этап сделать сразу же и основную тканевую часть, и подушку. Почему же это было довольно сложным? Потому что оба элемента должны быть симметричны, и при этом они должны хорошо соприкасаться друг с другом, поэтому их проработка была неразрывна друг от друга. То есть мне нужно было сделать сначала тканевую часть, на ее основе сделать подушку, только уже потом снять симметрию с них и уже подкорректировать их под форму кроссовка. Вот этот момент проработки модели был один из самых интересных, когда ты прям кисточкой задаешь основу кроссовка. Это было нереально круто. В дальнейшем я все равно буду править эту тканевую часть, как ее геометрию, так и форму, потому что во многих местах она меня не устраивала, это просто был капец. Также на этом этапе я при помощи кисточки поправлял геометрию на подошве. Где-то она не сходилась, где-то были какие-то косяки, где-то какие-то большие щели, поэтому пришлось все это править вручную. Так смотрится гораздо лучше. Когда я увидел основу кроссовка, я был неприятно удивлен, потому что кроссовок он несимметричный. Одна часть у него заваливается на другую, и вроде бы все делаю по рефам, и я думал, что это я не прав в некоторых моментах, что нужно как-то переделать, но пересмотрев рефы, пересмотрев видосы, где их разбирают, где модифицируют их, я понял, что это дело не в моделировании, это сам кроссовок по себе тоже немного косой и непропорциональный. Некоторые части у него слишком большие, некоторые слишком маленькие, из-за этого кроссовок кажется слишком странным. На этом этапе я делаю вставку, которая крепится на пятку, в которой закреплен светодиод, и поэтому она тоже очень много силы, времени у меня отобрала, и тоже пришлось симметрить, пришлось пересчитывать сетку при помощи квадремешера, все это заново переделывать. Очень странная, но в то же время интересная форма. После того, как я закончился стяжками, я понял, что у меня нет углублений, в которые эти стяжки в принципе и должны заходить, и поэтому мне пришлось заново переделать топологию для основной тканевой части. К сожалению, это не последняя моя правка основной части, в дальнейшем я ее опять переделаю. А вот теперь мы приступаем к самой интересной и противоречивой части этой модели, это пластиковая вставка, которая держит светящийся логотип Найки. Когда я только увидел эту пластиковую вставку, я сразу подумал, что наверняка на эту часть я потрачу очень мало времени и сделаю ее буквально за 5 минут. Ну как бы не так, мне пришлось раза 3 ее переделать до того момента, пока я не добился идеальной формы, которую я и хотел изначально создать. После того, как я создал основную форму, мне нужно было наполнить кроссовок деталями. И одна из главных деталей это надпись Nike Mac на пятке. Шрифт я такой не нашел, поэтому я решил его обвести в иллюстраторе и уже при помощи квадремешера ремешнуть его и спроецировать на пятку. И в целом я не прогадал, на этот процесс я потратил буквально 5 минут, но результат меня приятно удивил. После того, как я закончил с логотипом на пятке, я решил сделать неоновые вставки на подошве. Как я говорил ранее, я не стал сильно уделять им внимания, когда прорабатывал геометрию подошвы и решил ее сделать отдельно. Что я для этого сделал? Я спроецировал две плоскости на подошву и потом уже опять ее выдавил. Тот же алгоритм, что при создании логотипа на пятке. Это максимально быстрый и незапарный способ, но как мне показалось. После того, как я закончил с основой кроссовкой, я приступил к созданию текстур. И больше интерес у меня вызывала текстура на подошве, а точнее на силиконовой вставке. Если вы посмотрите на силиконовую вставку, то увидите, что она состоит из множества вдавленных квадратиков. Поэтому я создал новый проект в синке, при помощи булева я выдавил квадрат. И уже при помощи октана я отрендерил нормали и бамп для текстур. Далее я уже немного экспериментировал с наложением, подбирал нужный размер, так же проекцию. Ну и после того, как я закончил с текстурами для силиконовых вставок, я приступил к исправлению ошибок. В последний раз поправляю геометрию, где-то исправляю топологию, это нормально, если ты не замечаешь свои ошибки с первого раза и пытаешься их переделать уже под конец. Да, этих ошибок можно было избежать, но, к сожалению, я не робот и не мог сразу же углядеть и рассмотреть их. После того, как я закончил со всеми ошибками, я приступил к самому медитативному процессу в создании этого проекта. Я приступил к UV-развертке. Перед тем, как развернуть модель, мне нужно было прибраться в своем проекте, все переименовать, все рассортировать по папочкам, все раскинуть, организовать работу, так скажем. И только уже потом я приступил к UV-развертке. В принципе, UV-развертка не вызвала у меня каких-либо проблем, но лишь один момент мне не удалось сделать как следует, это основная тканевая часть. Почему-то она накладывалась друг на друга, из-за этого мне казалось, что, возможно, возникнут какие-то проблемы с наложением текстур, но, как оказалось, все прекрасно наложится, и я зря потратил день своего времени, чтобы пофиксить эту проблему. Над свечащимся логотипом я, в принципе, не парился, и я просто на UV-хе нарисовал логотип Nike в фотошопе и уже экспортнул его как карта эмишина для текстур. После того, как я исправил все ошибки и развернул модель, я могу приступать к текстурированию. В процессе моделирования я уже пробовал работать с материалом, пытался накидывать те или иные материалы на мэш, смотреть, как это все выглядит целиком, чтобы в некоторых местах его править и все остальное. Так или иначе, я уже к процессу текстурирования подошел слегка подготовлен. Также в этом процессе мне помогли рефы, которые я собирал ранее. Например, по рефам я мог понять, что язычок он из кожи, подушка тоже из кожи, основная тканевая вставка, она имеет какую-то грубую ткань плетеную, а основные электростяжки, которые приходят в движение, они выполнены из более мягкой ткани, я так понимаю, чтобы не навредить человеку при шнуровании. В принципе, с текстурированием этой модели не возникло никаких проблем, пока я не приступил к текстурированию подошвы. Если мы посмотрим на референсы, то можем заметить, что у нас есть некий рельеф на самой подошве, а также сверху есть брызги с разводами. Где же их найти? Я перерыл просто огромное количество картинок и в Пинтересте, и в Яндекс картинках, Гугл картинках, где только их не искал. Я пытался сам вручную отрисовать эти брызги, но они получались прям отстойными, и я уже не понимал, что делать. Искал какие-то паттерны уже, перерыл огромное количество фотографий, но ничего не получалось, и я уже думал расстроиться, что уже не получится воссоздать их в том виде, в котором они должны быть. И тут я вспоминаю, что я наделал прикольные скриншоты с канала MQHD, и думаю, дай-ка я попробую вырезать эти капельки прямо со скриншотов. И это оказалось не такой уж плохой идеей. Если не получается воссоздать оригинальный паттерн, вот эти брызги, то почему бы их не взять с оригинала? После того, как я закончил с брызгами, я решил немного состарить свою модель, а точнее добавить ей различных деталей, в том числе складок на кожаной вставке. Для того, чтобы это сделать, я экспортнул модель в Substance, и уже начал при помощи кисточек добавлять ей различных неровностей, складок и так далее. Но получилось очень бредово, я не знал, как это исправить, и отправился за поиском инфы в интернет. И оказалось, что многие используют готовые альфы со складками. Я думал, почему бы и нет, создам свои. Открыл Procreate на айпаде и прям вручную накидал альфы для складок. Далее я экспортнул их в Substance, и уже потом рисовал этими альфами. После того, как я закончил со складками, я экспортнул карты, и отправился в синьку, чтобы закончить с текстурами. Работая над текстурами, я параллельно работал со светом и смотрел, как же лучше его поставить. Поймал себя на мысли на том, что как же сильно свет влияет на восприятие модели. Поставив разные источники света под другим углом, посмотреть, как это все ложится. Где-то теплого света добавить, где-то холодного. Но насколько сильно это влияет на атмосферу и вообще на реалистичность восприятия. Вот даже сейчас на этапе, где я добавляю текстуру на обратную часть язычка, вы просто посмотрите, насколько круто выглядит теплый оттенок. После того, как я закончил с текстурами, я приступил к анимации стяжек. К сожалению, ничего лучше морфа точек мне в голову не пришло. То есть я анимировал меш при помощи точек, а уже потом наращивал ему толщину при помощи модификатора одежды и сглаживал это все сабдивиженом. А уже потом я подгонял ключи и выстраивал анимацию так, как мне нужно. Я предупреждал, я в этой теме зеленый, так что делал анимацию, как знал на тот момент. На этом этапе я очень долго экспериментировал с упаковкой кроссовок. Почему-то мне захотелось их сделать в герметичной упаковке, выкачать оттуда весь воздух. Я очень долго экспериментировал с динамикой ткани, пытался сделать это как можно реалистичней. И в целом мне очень сильно понравился результат. Вы только посмотрите на эти блики, на эти склады, это просто потрясающе выглядит. В целом это все. Nike AirMac готовы. Я очень сильно доволен этим проектом, что он осилил его, что не бросил на половину пути. Да, здесь есть некоторые ошибки, но в целом мне очень сильно понравилось работать над чем-то крупным, над чем-то своим. Своим. Я забыл вам показать альтернативную версию. Ну и как обещал, альтернативную версию. Я просто представил, что было бы с этими кроссовками, если бы они хотя бы на один день попали в Россию. Надеюсь, вам было приятно, ну а сейчас действительно альтернативная версия. Ну и как вы понимаете, альтернативная версия остается в трех различных цветовых сочетаниях, потому что я так и не смог определить наилучше. Всем спасибо за просмотр такого длинного ролика. Надеюсь, вы подпишетесь на канал, если вам понравился этот видеоролик. Да, возможно, было затянуто, но это первое большое видео после такого огромного перерыва. Прожми обязательно лайк, подпишись на канал, если еще не подписан. Оставь свой комментарий, я буду рад любой поддержке. Ну а с вами был, как и всегда, Серджик Ас. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok